Уважаемые товарищи, я представляю здесь национально-освободительное движение член Центрального штаба Рудников Николаевич, ответственный в штабе за связь по работе с политическими организациями и партиями. И мы, в общем, очень поддерживаем вот эту инициативу, которую очень много принял вашу работу Лидар Генирович, по созданию движений в поддержку президента России. Но поскольку времени очень мало, я скажу только конкретное предложение, которое мы от НОДА хотим здесь озвучить. Ну, два слова скажу о НОДе. Значит, НОДА – это национально-освободительное движение. Туда входят все лица, организации и партии, которые поддерживают идею о освобождении России от внешнего управления. Я там и говорю, да, оккупация. И ее поздравляет НОДА, наш Владимир Владимирович Путин. Так вот, конкретные предложения у нас такие. Первое. Вот вы знаете, что были указы Путина, программа Путина – это фактически майские указы 2012 года, когда он пересбрался. О них вообще полностью, значит, было молчание три года. То есть американцы всячески замалчивали, ничего не выполнялось. Там зарплаты должны были в два раза подняться, учителям там и все прочее. Только сейчас перед выборами он нажимает нажимать, что-то, как-то, чего-то, так. Вот. И то есть он сам даже Путин говорит, что у нас страна находится как бы в полуокупации. Ну, сразу мы подумаем, что Путин – царь и бог, но на самом деле он у нас всего президент. У нас три власти – закономерно-судебно-исполнительное, президентской власти у нас нет. А Обама, например, он совмещает также президентскую власть и с главой государства, как бы так. И он в Сурске сейчас, президент Эрдоган, хоть что же самое сделать. У нас у Путин нет такой власти. Ну, в отличной политике, конечно, он обладает определенные правы. И то, мы довольно ограничены. Не все мы можем делать в отличной нашей политике. Поэтому наше первое предложение такое. Как ходить из этой ситуации, чтобы указы президента выполнялись? Президент Путин издает, допустим, в послании издание собрания говорит, там, поддержать, не повышать пенсионный возраст, не повышать налоги и так далее. На следующий день наши чиновники говорят, что нет, надо повышать национальный, собственно, пенсионный возраст, повышать налоги. Откуда это берется? Это берется в том, что в 15-й статье Конституции заложена такая статья, что мы подчиняемся нормам международного права, а Верховный суд от 2006 года расшифровал это так, что мы подчиняемся действиям международных учреждений конкретно. Например, Международного валютного фонда. И вот он два раза в год издает меморандумы, в которых и сказано, что мы должны повышать налоги, там поддержать пенсии, там и так далее, и т.п. То есть, гробит Россию. Все это привело к тому, это политика всех организаций, что Россия из 20% мирового продукта в мире упала до 1%, то есть, до времен Ивана Грузова. И вот наше первое предложение, множество, состоит вот в чем, чтобы указы Путина получились в силу закона. Вы скажете, он и сейчас может издать указ. Да, он может издать указ. Но дело в том, что этот указ должен быть в пределах тех законов, которые уже приняты государственной думой. А они, кстати, продавлены самым американцем. И таким образом, значит, как с этим поступить? Значит, есть такой выход. Вот если у нас было чрезвычайное положение в стране, а его не вводят, так, то указы Путина бесприкословно выполняют. Мы бы Центральный банк, так сказать, взяли в руки, ТФТ, П-5, 10. Вот есть предложение пока что, чтобы мы выступали за то, чтобы не вводя чрезвычайное положение, ввести, дать чрезвычайное полномочие президенту, чтобы указы получили всего закона. Второе наше предложение. Мы сейчас в интернете собираем петицию в Дорогомиловский суд города Москвы о признании факта государственного певорота в СССР в 90-91 году. Вот, это он предусматривает, там, может быть, даже расследование и сударно-грабачевым, и еще такое, здесь это будет признание. Да, и все, это последнее предложение, вот эту петицию. Она разработана нашими юристами, и поэтому мы просим вас, чтобы движение было снизу, присоединиться к этому, допустим, подать больше таких петиций. Ну и последнее предложение, третье, вот у нас есть предложение, определить какой-нибудь один день в году, один день в году, день поддержки главы государства, то есть нашего президента, так, и в этот день, чтобы мы все могли патриотической силой выйти и поддержать нашего президента, поэтист нашего президента. Спасибо.